С нуля часов 5 июля в Казахстане повсеместно будут ужесточены карантинные меры. Связано это с продолжающимся ростом заболеваемости в стране коронавирусной инфекции. За последние сутки, по данным Минздрава, в республике зарегистрировано 1509 заболевших. Общее число превышает 42 тысячи. На специальном брифинге по поводу усиления карантина вице-премьер Ярл Токжанов сообщил следующее. Авиасообщения между регионами будут сохранены на прежнем уровне без увеличения направления и кратности авиарейсов. Объем пассажирских железнодорожных перевозок будет сокращен. Прекращаются автобусные междугородные перевозки. Допускается передвижение личного автотранспорта между регионами. Работа общественного транспорта сохранится, но будет ограничена по времени. Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и семейных. На улицах, в парках и скверах граждане могут передвигаться в одиночку, либо компаниями не более трех человек. При этом перемещение граждан старше 65 лет ограничивается. Заниматься спортом на воздухе в одиночку не возбраняется. Будут приостановлены деятельность эпидемически опасных объектов, в том числе развлекательно-торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Торговые дома, торговых сетей, развлекательных учреждений. В торговых домах, торговых сетей касательно продовольственной части тоже запрета не будет. Приостанавливается деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, крытых базаров, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений, кроме дежурных групп, религиозных объектов, кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов в ТРЦ и банкетных залов. Медицинские центры будут работать по записи. Открытые рынки, продовольственные магазины, аптеки также продолжают свою деятельность. Кроме того, вице-премьер заявил, что будут работать открытые площадки кафе и ресторанов, но с ограничением до 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий. Смогут работать строительные предприятия, объекты сельского хозяйства, автомойки, ремонтные мастерские, цоны и банки будут работать с ограничением по времени. Особо обращаю внимание бизнес-сообщества и наших граждан на следующее. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут привлекаться физические лица на 30 МРП. Субъекты предпринимательства от 230 МРП и выше. Все эти решения выработаны межведомственной государственной комиссией и имеют довольно общий характер. Конкретные меры с определением времени продолжительности работы общественного транспорта, магазинов, рынков или иных объектов должны приниматься уже на местах. Валерия Зиновьева, РТН